Привет, ты крут и классен, раз зашел на ясен. Меня зовут Юрий, мы с тобой продолжаем играть в Amnesia the Dark Descent. Нам нужно с тобой отправляться срочно в склад и найти там колбу для содержания кислоты, которая у нас находится на кухне. Склад у нас вниз, но мы сюда, конечно же, пройдем и посмотрим, что здесь есть. Так, это что у нас? Дверь заперта, навесной замок в отличном состоянии. А, все, я понял. Я понял, это с другой стороны. Да, у нас кухня. Или нет? А зачем тогда мне нужно будет этот замок снимать? Нет, как-то неправильно. Это, скорее всего, какая-то другая дверь, тоже, которую нам нужно будет открыть. Зачем? Непонятно, что это за помещение такое? Тоже неизвестно. Давай, откр... А что так медленно дверь открывается? Ну, закрой ее. Закрой. Так, вижу колбу. Что еще? О, бедные крысы, блин. Мои лучшие друзья на данный момент в этом помещении. Так, опа. Что? И че? Ого, вот это да. Вот это. Вот это. Ништяки. Вот это класс. Что ж это там так темно? Только что там не было так темно. Кто-то потушил мой свет. Подобрана стеклянная банка. Ого. Так, не будем зажигать. У нас там достаточно светло. И нам здесь делают больше нечего. Так, где ты, мудак? Мудак, блядь! Так, идешь сюда, да? Идет сюда? Идет сюда или нет? Где ты, сука? Давай, Владимир Рудольфович, иди сюда. Пришел? А где Нович? Так, я его не вижу. Че тебя колбасит? Данила, успокойся. Все нормально. Да успокойся ты, емаиле, сколько можешь. Так, давайте подойдем к факелу. А то ему очень плохо становится. Почему? Он ведь так близко возле факела. Так, давайте посмотрим, где этот придурок. Ушел? Нет. Все нормально. Все нормально, можно продвигаться. Итак, у нас путь обратно очень далек. И очень страшен. Куда он делся? Так, кухня, хорошо. Я вроде бы опять поднабрал в гамме, в яркости. А то совсем беда. Представляешь? На записи видео все равно все очень темно. Я не понимаю, когда я играю здесь, у меня, скорее всего, что-то с захватом геймплея. Не так, у меня захватывает дефолтную яркость. Почему-то. Хотя этого происходить не должно. Так. Хорошо, погнали. Погнали, наберем кислоты. Можно ему, кстати, прыснуть кислотой в ебальник. Вадиму Рудольфовичу. Или Владимиру Рудольфовичу. Чтобы он немножко успокоился. Ты где? А где ты? Ага, я тебя вижу. Я тебя вижу, Анну. Дай сюда. Мой мешок. Отдай его мне, блядь. Дай сюда. Опусти его. Так, спрячемся от него. Он пришел? Так, пришел. Хорошо. Подбери ты мешок под себя. Я надеюсь, что он меня не увидит. В прошлый раз проканало. Прокатило. Он нас не замечает, когда мы в углу сидим. Куда он? Где он? Ушел? Куда делся? Он встанет. Так. Данил. Ты чего? Так, утоптал, да? Ушел. Прекрасно. Просто великолепно. Так, главное. Успеть делать то, что нужно. Пустой стеклянный сосуд. Я вижу, он там ходит. Вон он, сука, ходит. Куда уйдет? Куда уйдет? Напрямик? Да, туда, куда-то направо. О, мои крысы, здорово, здорово, мои крысяхи. Так. Так, быстрее. Пока он не пришел. Я надеюсь, что у нас звук не реагирует. Ладно. Будем надеяться, что он... Так, замок... Я думаю, что не получится, да? Его здесь вот так вот. Ничего не выйдет. Ну, естественно. Нужно с другой стороны его как-то отковырять. Зачем, кстати, да? В чем логика тогда? Я так понимаю, это та дверь, которую мы только что нашли возле склада. А в чем прикол ее тогда... Открывать? Не понимаю. Зачем? Если это будет просто сквозной проход. Так, ладно, идем. Возьми свой булыжник на всякий случай. Так, ладно, погнали. Погнали! Или это не та же дверь? Может, разные двери? Вообще. Как вариант. Так, что он там делает? Он что-то там ломает? Или это я? Это я или нет? Рецептакулим! Какой-то. Склад. Так, ладно, хорошо. Идем сразу на склад. Не будем здесь выделываться. Правильно ведь идем? Да, погнали. Ой, блядь! Ну вот, смотри. Вот эта дверь. Зачем она нужна? Что с ней делать? Или это не та? Скорее всего, это другая дверь. Так, ладно, погнали. Хорошо. Шпоньк. Что? Она наполнена кислотой. Что? Подожди. Так, на замок это не повлияло. Я очень рад. Я очень этому рад. А что с тобой делать тогда? Так, навесной замок в отличном состоянии. Так у меня есть кислота. Алло! Ничего не выйдет. Вот это да. Представляешь? Вот это сюрприз. Так, ладно. Давайте сходим еще раз на склад. Посмотрим, вдруг там что-то есть. Что здесь может быть, чего я не нашел? Так, отодвигает это все мудье. Оно нам не нужно. Что здесь? Здесь нет. Какие-то знаки крестоносцев. Зачем мне такие кресты нарисовали на бочках? Это же... Это же замок Ордена Черного Орла. Так, ребят, вы что-то видели здесь? Ну что? Вы что-то здесь видели? Какого-то этого голого мудака, который снаружи ходит все время. Так, уходи. Так, ладно, хорошо. Давайте думать тогда, что с этим всем делать. На всякий случай прочитаем записки. Нет доступных воспоминаний. Вот это да. Вот это да. Так, дневник Даниила Бренинбурга. Я так понимаю, что на этом этаже, как минимум, есть еще один дневник. В какой стороне? Неизвестно. Ну, давай тогда искать. Так, это что? Что это? Это как? Можно как-то тебя... Нет. А можно как-то вот так? Нет. Нельзя. Почему? Странно. Странно. Ага. Еще какая-то дверь. А ну. Шпонь. Красота. Клац. Красиво. Блядь. Открой. Ааа. Ух. Пошел ты на. Хе-хе-хе. Козля. Что? А ну иди сюда. Иди сюда. Я тебя вломлю. Иди сюда, молочье. Иди сюда, мудак. Ну что, испугался, да, блядь? Крыса ебучая. Хе-хе-хе-хе. Иди сюда. Ой, ой, ой. Хе-хе-хе. Здорово. Ооо. Я хотел бы еще одну записку найти, но мне кажется, что не получится ее найти, да? Привет. Какой ты красивый. Какой ты... Какой ты... Какой ты замечаешь? Ну это ты точно не сломаешь. Ну это ты не сломаешь, не получится у тебя. Ебать! Аааа! Ааа! Двигать этот шар был не легче, чем звезду в ночном небе. Он просто не был на это рассчитан. Тень не какой-то умстительный призрак, а сама вселенная, которая пытается вернуться в исходное состояние. Он все-таки сломал железные прутья. Ты видел? Охренеть. С ума сойти. Ой. Так вы используете коллектор для перевозки? Да. Его построили для отведения вод подземного источника. И тоннели весьма простые. Мы его задействовали, и это было удачное решение. Но мы им не воспользуемся? Не сегодня. Не сегодня. Уровень воды меняется, и когда источник иссякает, в сырых тоннелях вырастают грибы, которые отравляют воздух. Разумеется, у меня есть противоядие. Но сегодня оно нам не понадобится. Пойдем. Пойдем нам сюда. Мы почти пришли. Так, мы почти пришли. Если я по моим расчетам, мы уже с тобой почти прошли половину игры. Вроде бы мы с тобой быстро справляемся. Не задерживались почти ни на одном этапе данного прохождения. Что здесь есть интересное? Ни хрена. Так, а что это? Это вода. Туда. Так. Что это? Это у нас слив для масла. Давайте сначала подергаем рычаг. Я понимаю, что нам нужно опустить лестницу, но нам мешает труба. Так, рычаг застрял. Его шерсть я не нужно смазать. Прекрасно. Прекрасно. Так, это что? Не поддается. Вот это да. Кто это строил вообще? Это какое-то индустриальное строение. Разве можно было такое вымахать в каком-то там непонятно каком веке? Притом здесь еще трубы, масло есть. Масло необходимо во что-то налить. У меня есть сосуд. Смотри. Опа. Красиво. Какие-то лестницы разводные. Там какие-то навесные эти. Не знаю, как это называется. Мосты. Разводные мосты, подвесные какие-то платформы. Так. Это мне уже не нравится. Нам нужно нырять, что ли? Здесь слишком глубоко. Ага. Значит, ты не умеешь плавать, да? Ссыкло. Прежде чем войти в канализацию, нужно сушить. А проплыть не вариант? Ну, если там даже есть грибы ядовитые, ты просто, не знаю, рот закрой. Задержи дыхание. Не обязательно плыть и пить одновременно. Шестерни нужно смазать. А где они? Я не вижу никакой механизм. Ага. Его нужно было прыснуть масло прямо в слот. Вот. Теперь будет работать. Ну, это мы сейчас сделаем. Класс. Так, а ну, еще раз. Это сейчас мы сломаем. А ну, ломайся ты, е-мое. Так, смотри, не ломается. А ну. Лестница загородилась словно труба. Однако при ударе она немного повредилась. Хорошо, я понял. И что ты мне предлагаешь? Ого. Хе-хе. Опять ее, что ли? Насиловать? Давай еще раз. Так. Уже. Уже. Уже лучше. Давай. Опа. Еще. Еще. У-у-у. Красота. Хе-хе-хе-хе. Погнали наверх. Я уже думал, что мне придется возвращаться в тюрьму и смазывать там где-то шестерни. Но почему-то мне показалось это странным, потому что мы почти всю тюрьму с тобой уже обрызкали. Никакого... Никакого такого отсека с механизмом я не видел. Так, что ты хочешь от меня еще раз? М-м-м. Почините машину, управляющую восточным мостом. Прежде чем войти в канализацию, ее нужно сушить. Ага. Так. И что, каким образом мне ее починить? Ага. В центр управления заходить нужно. Ладно. Голубой свет ослепил его, как и тогда в Алжире. Как и раньше, он зачаровывал меня к себе. Он пытался подать их свету, но его удерживала сильная рука барона. Ага. Значит, мы все-таки нашли опять сферу. И Александр нам не разрешал подходить к ней. Скажите, Герберт, как вы узнали про это место? Старый друг в Алжире дал никак. Почему он не пошел вместе с нами? Он хотел пойти, Даниэль. Но мы не всегда получаем то, что хотим. Хм. Так. Мы приехали к какому-то Александру, но здесь какой-то Герберт. Я уже задавался вопросом, кто это такой. Но ответа так я не узнал. Кто такой Герберт? Какой-то помощник. Александра. Ага. Так, я так понимаю, я вижу, валяется куча труб. Придется, наверное, конструировать какой-то... Конструировать какой-то путь. Что это? Какие-то... Какие-то весы. Ммм. Колесо застряло. Так, ладно. Здесь пока ничего интересного. Давай поглядим, что у нас здесь. Ну вот, вот. Видишь, трубы лежат. И с ними что-то нужно делать. С ними что-то нужно делать. Опять какой-то паттерн придется вырабатывать. И здесь какое-то колесо. Вот так. Чтобы не застрять, да? Наверное. Я думаю, что это так и есть. Для чего-то здесь ящики стоят. И для чего-то оно все время закрывается. А ну, да крути-то я моя. А! Ой, блядь. Ладно. Я думаю, этого хватит. Так, этот мудак сюда пришел, что ли? Ну не... Мне так будет легче от него убежать. Вот так, оп, и все. Я думаю, что наклоняться не... Эта мразь наклоняться не умеет. Так, слышу. Слышу. Какой-то движ. Давайте взглянем. Опять трубы. Опять трубы какие-то все время. Записку вижу, прочитаем. Усилия, которые я вложил в изобретение этой машины, не имеют в себе равных. Мысль о том, что с момента первых попыток создать ее сменилось в несколько поколений, заставляет меня опустить руки. Несовершенство этого мира делает мою работу невероятно сложной. Я вынужден делать машину почти в сто раз больше хрупкого устройства, которое она должна имитировать. Я уж не говорю о том, что прирученную молнию грубо заменил пар, двигающий под давление по трубам и турбинам. Мне стыдно думать о том, что бы сказал изобретатель моего чудовища. Там, где он работает с увеличительным стеклом, аккуратно подгоняя детали, я заставляю пятерых людей возвести башню, скованную в железо, и в надежде на то, что в ней будет крошечная частица силы, заключенная в медальоне странника. Так, значит у нас есть какой-то человек, который прибыл из будущего, потому что он сетует на то, что он хочет создать какую-то машину, которая будет имитировать механизм, который он ранее уже видел, но в миниатюрном виде. Кого-то значит, мне кажется, что эта сфера все-таки из будущего. Либо даже из другой вселенной. Так, что это? Подобрана деревянная ручка. Найдем... Мы найдем, куда ее присунуть. Найдем. Погнали. На улице светло, это радует. Мне нравится эта локация, она очень светлая. Она замечательная, она прекрасная. Что это? Ага, так, я понял тебя. Придется собрать все трубы и разместить их скорее идентично. Идентично? Да. Нет. Нет. Но это посередине. Так, ладно. Почти похоже, но не совсем. Давайте тогда соберем все трубы воедино, перенесем и создадим там такой переходной механизм, адаптер, перегоняющий воду, да, скорее всего, или пар. Тоже непонятно. Так. Здесь была труба? Нет. Нет. Не вижу, не вижу. Это что? Опять какие-то рычаги. Капец. И здесь, да, были рычаги, нет? Да, и здесь рычаги. И весы нам нужно как-то контролировать. Вот это да, вот это мы сейчас будем с тобой голову ломать, как это все дело провернуть. Главное, чтобы к нам никто не пришел. А со всем остальным разберемся. Опа. Шпонь. Красиво. Так, а две трубы есть, да? Раз, два. Прекрасно. Так. Еще как минимум должны быть два юнита где-то. Подожди. Я думал записка. А почему ее читать нельзя? Она выглядит как то, что можно было прочитать. Опа. Смотри, где спрятался. Ты видел? От меня не спрячешься. От меня и от тебя тоже не спрячешься. Мы с тобой нашли. Очень, конечно, какая-то муторная головоломка. Нужно собирать трубы по всем комнатам. Зачем? Почему их раскидывать по всем? Кстати, это нужно. Зачем их раскидывать по всем комнатам? Просто положили бы в одном месте и все. Мы бы и так бы зашли в каждую комнату и проверили, что нам нужно, а что нам не нужно. Так, что-то сработало. Что-то сработало. Подожди. Так. Что-то сработало, но я не понимаю. Так. О, прикол. Я не знал, что можно наклоняться. Вот это да. Я как минимум вижу, что здесь никакой дырки нет. Это просто какая-то кайма, приделанная к стене. Ну вот. Видишь? Там нет никаких дырок. Это все наебало. Это все какая-то абстрактная система. Я не вижу ни одной трубы. Что мне делать? Снять здесь трубы тоже нельзя. Я прошел везде по всем комнатам. Никаких... Никаких труб я больше не нашел. Это все, что было. Но я запустил... Я запустил какой-то механизм. И он работает. Что-то, что-то работает. Непонятно что. Давайте поглядим. Может в другой комнате что-то заработало. Вот. Может здесь. Ну здесь. А, здесь тоже... Здесь тоже заработало. А ну подожди. Нет, колесо застряло все-таки. Бля, какая-то херня. Так. Ага. Понятно. Мы смогли с тобой или не смогли, но я так понимаю, что оно и до этого работало скорее всего или нет. Я не помню, проверяли мы правый рычаг. Но теперь как минимум мы можем зайти в цистерну. Прекрасная дикая орхидея, растущая в Бренинбурге, казалось, должна была свидетельствовать о силе присущей природы. Увы, она рассела лишь благодаря заботам Александра. Так. Это что? Это какая-то канализация. Что нам здесь нужно? Непонятно, но мы с тобой узнаем в следующей серии. Какой-то непонятный механизм, я потратил на него больше всего времени, на эту серию. Каким-то образом запустил этот рычаг. Этот поршень, который работает, он запустил какое-то колесо, но подачу никакого газа, никаких там паров или воды по трубам не пошло. Скорее всего, потому что там вместо отверстия просто, блядь, стена и к ней приделана кайма в виде трубы. Или это просто так задумывалось, или действительно это какая-то абстракция. Но мы с тобой продолжим отсюда в следующей серии. Серия получилась скучной, если честно, для меня какая-то конченная загадка, непонятная головоломка, никаких описаний, никаких записок, ничего. А пока что подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, делись с своими друзьями, не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом все. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok